Подготовка Кабинета Министров к осенне-зимнему периоду в этом году нулевая. Такую оценку работе чиновникам по этому вопросу сегодня дали депутаты. В ходе выступления в разделе «Разное» каждый второй поднимал именно эту тему и высказывался по ней крайне резко. По словам парламентария у Лукбека Садикова, объем воды в Токтагульском водохранилище сейчас составляет 12 миллиардов 300 миллионов кубометров. А расход за период ОЗП составит не менее половины. Если до конца года уровень воды упадет до 6 миллиардов, будет энергетический кризис в стране. Нардеп потребовал, чтобы сегодня министр энергетики Доскулбик Мурзаев пришел в парламент и отчитался перед депутатами по сложившейся ситуации. У каргызов есть выражение. Если будешь скрывать свою болезнь, смерть быстро наступит. Наверное, опасаясь выборов, министр говорит, что верных отключений не будет. Боится гнева народа. Пусть признает свою вину перед народом. Еще есть время. В октябре-ноябре погода будет еще не такая холодная. Надо что-то придумать. Там, где есть возможность отключать электричество, надо отключать. Надо найти выход, чтобы, когда наступит январь-февраль, мы не оказались в глубоком кризисе. Поэтому я предлагаю, чтобы сегодня мы заслушали министра. Пусть он расскажет, какие у нас есть пути решения проблемы. Может, увеличим объем поставок газа или что-то предпримем. Если заранее подготовимся, потом легче будет. Давайте вместе найдем выход. Но инициатива депутата о приглашении министра с отчетом в парламент не нашла поддержки среди коллег. На следующей неделе ожидается рассмотрение вопроса подготовки правительства к осенне-зимнему периоду в профильном комитете. Поэтому решили с этим и не торопиться. А еще нашлись те, кто считает, что заслушивать чиновника по такому вопросу в середине осени вообще нет никакого смысла. Уже давно пришло время привлечь к ответственности виновных в срыве подготовки к ОЗП. Сегодня уже октябрь, середина осени. Уже и нет необходимости слушать какой-то отчет по подготовке к ОЗП. Уже поздно. Надо было их слушать в августе по данному вопросу. Сегодня мы должны слушать не про подготовку к ОЗП, а рассмотреть их немощь и слабость по этой проблеме. Два дня было холодно, снег пошел. Сразу стало понятно, что у нас по подготовке к ОЗП ноль. Нет воды, о которой обещали. Так-то гулка не наполнена. В топ-базах нет угля. Народ замерзает. Экономить и не использовать электричество для отопления требуют энергочиновники. А что делать людям, говорят депутаты, если и уголь купить сегодня невозможно? Угля толком нет. Так еще и цены на это твердое топливо непомерно высокие. По словам нардепов, перекупщики, узнав, что будут отключения света, быстро сориентировались и резко, а главное безосновательно, взвинтили цены на уголь. Людям хоть бери и замерзай. Но никто этой проблемой не занимается. Нардепы считают, что антимонопольное агентство просто бездействует. Антимонопольное агентство куда смотрит? Вообще не понимают, чем они занимаются. В Бишкеке 4,5 тысячи уголь стоит. В Караколе 6 тысяч сомов. В Баткене 7,5 тысяч. Мы еще должны рассмотреть вопрос качества угля. Насколько оно влияет на здоровье людей? У нас на всем делают бизнес. Во время пандемии цены на томографию подняли до 5-6 тысяч сомов. Теперь, когда стало известно, что электричество будут отключать, цены на уголь искусственно подняли. Я тоже согласен с коллегами. Подготовка к зиме не удовлетворительная. Подготовка к ОЗП – это не только отопление, но и дороги. На перевале Отмок, например, ситуация плачевная. В прошлом году не заплатили долг. И поэтому там подготовка к зиме нулевая. В прошлом году там водители и пассажиры по 2-3 дня ночевали прямо на дороге. В этом году то же самое может повториться. Но что интересно, у нас есть еще другая дорога в Талас, через Казахстан. Я удивляюсь, почему мы не можем транзитную дорогу с казахами открыть? Вот где плохая работа правительства. МИД и Минтранс должны были решить эту проблему. По информации депутатов, в прошлом году на перевале Отмок был сделан только ямочный ремонт. Но и тот совершенно некачественный. Депутаты говорят, что Минтранс задолжал дорожно-эксплуатационному управлению 18 миллионов сомов. Кроме этого, у Минтранса есть еще долг перед заправками за закуп ГСМ. Вследствие чего управление в этом году и вовсе может отказаться чистить перевал от снежных заносов. И вот тогда уже будет настоящий транспортный коллапс.